Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть! И сегодня в продолжении заготовок на зиму предлагаю сделать ароматный с ярким вкусом томатный соус с обжаренным чесноком и базиликом. Нет ничего лучше зимой, чем баночка такого соуса, наполненного летними красками. Количество базилика на ваш вкус, в зависимости от вашей любви к нему. А список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Итак, как и для всех остальных соусов, я обычно беру нестандартные помидоры, слишком крупные или слишком мелкие, даже немного подмятые, главное, чтобы они были не испорченными. Отрезаю все ненужное и режу небольшими кусочками. Добавляю болгарский перец, резанный крупными кусочками, отправляю на плиту и после закипания варю 15-20 минут. Тем временем на растительном масле обжариваю чеснок, который я режу достаточно крупными пластинами. Довожу до золотистого цвета. Беру помытый и обсушенный базилик. Подойдет как зеленый, так и фиолетовый. И режу его не очень мелко вместе с тонкими веточками. Конечно, толстые стебли я не использую. Отмечу, что количество базилика берите на свое усмотрение по вкусу. Тем временем прошло отведенное время, томат кипит, перец при этом стал немного мягким. Добавляю сюда обжаренный чеснок вместе с маслом, размешиваю и теперь варю до мягкости перца. Обычно на это уходит еще минут 10-15. Потом кладу сюда столовую ложку с горкой каменной соли, 2 столовые ложки с горкой сахара. На соли сахар пробуйте сами и кладите по вкусу, так как их количество зависит от помидоров, которые вы взяли. Добавляю молотый кориандр и молотый черный перец. Далее нужно проработать погружным блендером до желаемой консистенции. Лично я не стремлюсь к идеальной однородности. Дожидаюсь повторного закипания и отправляю сюда резанный базилик. Размешиваю и варю еще минут 5-7. Прямо в кипящем виде разливаю соус по приготовленным баночкам. Их я предварительно тщательно мою и стерилизую в микроволновке. Плотно закручиваю прокипяченными крышками, укутываю и оставляю до полного остывания. Обычно на сутки, затем убираю на хранение. Если вам понравился рецепт этого великолепнейшего соуса, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите также на канале рецепт краснодарского соуса и лукового соуса, не менее вкусных и ароматных, а также и другие заготовки на зиму. Ссылки вы найдете в описании под роликом. А я желаю всем приятного аппетита! Удачных заготовок на зиму! Увидимся в следующих видео!